Двулетники самшита приживаются долго и болезненно. Тщательный уход обеспечил их стопроцентную приживаемость в это засушливое лето в сквере у пятой школы. Сегодня же клумба обезображена. А 50 кустов самшита для того, кто вынесет их завтра на рынок, целое состояние. Каждый кустик по 500 рублей. Наверное, именно это и послужило поводом для ночного воровства. Руководитель ТОС Лидия Жюлей справедливо негодует. Люди стараются для того, чтобы было. Некоторые нелюди приходят и все это уничтожают в один миг. Просто душа разрывается. В голове не укладывается, что кому-то доставит удовольствие в собственном дворе наслаждаться ворованными кустами можжевельника. Эти малыши только-только прижились на цветочной композиции. А ее беспощадно топтали и рушили. Хотя это любимое место для фотографирования. Даже на 1 сентября при массовом желании сделать здесь семейное фото не был порушен ни один сантиметр клумбы. А теперь на это невозможно без боли смотреть. У меня есть такое предложение. Вот этот ухоженный сквер, чтобы в дальнейшем была здесь чистота и порядок. Проводятся субботники. Надо организованно сюда выводить детей. И приучать их к физическому труду. Чтобы они не в компьютерах сидели, а вот все-таки ухаживали за этим. Ведь сквер такой красивый. Именно у пятой школы. И еще одно маленькое предложение. Наверное, уже к полиции Анапы. Здесь снова появилось обиталище бомжей. Год назад их здесь не стало. Стоит ли удивляться теперь тому, что произошло в сквере? Так недалеко и до больших происшествий.